Возможно, в вашей руке сейчас ваш потенциальный убийца. Всемирная организация здравоохранения только что обнародовала цифры довольно репрезентативного исследования. Цифры, которые вполне доказательно рисуют следующую картину. Пользование мобильным телефоном повышает риск возникновения онкологических заболеваний мозга. Классификация, согласно которой обозначен уровень риска 2B, что означает среднюю степень. Как уверяют специалисты, они собрали достаточное количество информации, чтобы показать пальцем на виновника. Исследования велись в 14 странах. В них участвовали более трех десятков специалистов. Изменения клеток вызывают мощные электромагнитные волны, которые излучают мобильные телефоны. Рабочая группа установила, что существует возможная связь между использованием мобильного телефона и возникновением рака. Речь шла о сопоставлении всего массива полученных данных. При этом ссылались как на опыты с лабораторными животными, так и на исследования, которые велись с пациентами. Если вспомнить о табакокурении, то, что в табаке содержится канцероген, было известно более 50 лет назад, причем сведения были проверены и перепроверены многократно. В данном случае мы употребляем слово «возможно». Это означает, с моей точки зрения, следующее. Мы должны продолжать собирать информацию и проводить исследования. Еще в конце зимы часть специалистов, занятых на проекте, обнародовала полученные ими сведения. О том, что сотовые и мобильные представляют угрозу для здоровья. Речь шла о тех работах, что велись в университетских клиниках США. Сегодня эта гипотеза подтверждена, так сказать, на общемировом уровне. Разумеется, ответ производителей мобильных средств связи не заставил себя ждать. Но врачи не намерены так легко отказываться от своей позиции. Проведены полные и репрезентативные эпидемиологические исследования. Вопрос рассмотрен всесторонне и глубоко. И, разумеется, возможность возникновения рака выше с той стороны, где вы привыкли держать телефон. Тем не менее, противоречия остаются. В прошлом году исследование, в котором участвовали более 13 тысяч обладателей мобильных телефонов, не установило прямой связи между постоянным использованием сотового и повышенным риском возникновения рака. Позднее появилось не менее масштабное исследование, в котором данные первого подвергались сомнению. В любом случае, вы можете изменить свои привычки. Например, отправлять смс-ки вместо длинных бесед по телефону. Сегодня в мире насчитывается не менее пяти миллиардов мобильных телефонов. Масштаб важности проблемы не вызывает сомнений. Ясно, что на этом точка в истории вряд ли будет поставлена. Алло?